Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Булату Завгарову, Хаесу и Завгару Булатову за поддержку на Патреоне. Сегодня у нас будет немного необычный контент. Я тут недавно прочитал 6 глав новой манхвы «Геро вернулся», которую, я не уверен, перевели на русский еще или нет. И по ходу прочтения этого дела у меня возникли некоторые мысли, которые мне бы хотелось высказать. И если тебе хочется их послушать, приятного послушивания, а если нет, вкратце, там интересная задумка, но завязка несет в себе мало смысла и сюжет довольно скучным получается. А теперь поподробнее. Школьника сбивает грузовик. Он иссякается в фэнтези-мир, где становится героем, заводит друзей, все дела, все как мы знаем, все как ты любишь. Естественно, убивает короля-демона в завершении, за что получает возможность вернуться домой, ради чего он и сражался все это время, собственно. Эту возможность он использует, потому что хочет вернуться. Однако, по попадании домой оказывается, что все очень-очень плохо. Его семья мертва, близкие родственники ненавидят, но друзья просто продолжили жить без него. И для всех он теперь стал чужим человеком. Кроме того, в обществе считают, что он просто сбежал куда-то на несколько лет и не хочет даже рассказывать куда. У него нет ни образования, ни денег, ни дома, он спит на улице. И в один из дней к нему начинает приставать какой-то гопарь, и героя срывает. Он призывает свой меч из засекайного мира, который давит этого гопаря и моментально его убивает. Затем также призывает свою геройскую броню и убивает вообще всех людей вокруг себя. В некотором радиусе пока. Но затем начинает убивать вообще всех без разбора в пределах своей страны. Также тут оказывается, что и другие школьники иссякались в свои фэнтези миры и по возвращению также потеряли все. Поэтому они все также стали массовыми убийцами и, используя свои способности, вместе уничтожили страну. Затем поделив ее на регионы, которыми правили так, как им нравится. И ты тут можешь подумать, что такая про что история, но в общем ни один из них не является нашим протагонистом. Главным героем будет один из челиков, которого убил первый герой. И до этого тот герой также порешал всю его семью, поэтому наш ГГ проходил свою фэнтези с желанием не просто вернуться назад, но и отомстить за все говно. И дальше там начнется сюжет, где он охотится на каждого героя, мы получим флешбеки с их причинами устраивать геноцид, ГГ и все равно убивает. По крайней мере, так это выглядит за первые шесть глав. Шо ж, здорово. Только у меня есть несколько логических проблем с этой завязкой. Каким образом уже достаточно взрослые ребята, они были школьниками, когда иссякайнулись, но вернулись ты уже старше восемнадцати, ну или типа того. Умудрились настолько быстро дойти от героя, спасшего мир, до массового убийцы-психопата. Они потеряли свою семью и никому не нужны в их старом мире, что конечно большой контраст с их фэнтезиой, но разве этого достаточно, чтобы стать массовым убийцей? Никаких признаков желания убивать случайных людей герой не показывал. Он просто за несколько недель слэш месяцев перешел из спасителя мира в убийцу без какого-либо намека на моральной ценности. Почему он использовал свою силу только когда опустился на самое дно? Если ему негде было даже жить, он бы мог просто показать свои способности и, не знаю, стать героем и в этом мире. Ну и самое очевидное, почему он даже не попытался найти способы вернуться в фэнтези мир, в котором остались единственные близкие ему люди? Раз туда можно попасть один раз и можно оттуда вернуться назад, значит, ну есть ведь вероятность, что получится попасть и во второй раз. Он даже способности свои сохранил, тут и дебил бы пришел к такой идее. Окей, допустим, этот герой больной на голову. Да, в нем не замечалось психопатичных наклонностей раньше, но человечий мозг штука странная, может быть у него была слабая психика, ему снесло крышу и вот это вот все потекло. Но что насчет других нескольких героев, у которых, насколько я понимаю, примерно такая же история, они все тоже больные на голову? Только психопатов героев и набирают или что? Выглядит так, как будто для автора решение стать массовым убийцей, это просто адекватная реакция, когда у тебя не остается близких людей и это просто очень странная логика. Также сюжет с фармом героев ради мести, с таким-то сеттингом, серьезно. Идея о том, что герой прошел иссякая, вернулся обратно, а вместо возвращения домой получил смерть своей семьи и ненависть близких людей, это интересная задумка. Сюжет можно было бы завести вокруг того, как он бы справлялся с этим, как бы жил дальше, отвергнутый в своем родном мире. Может быть он бы пытался найти способ вернуться обратно. Может быть пытался бы стать членом общества. Может продемонстрировал бы свои суперспособности и попытался изменить и этот мир в лучшую сторону. Он же героем был все-таки, который людей спасал. Но вместо этого мы получаем унылую историю о школьнике с суперсилами, который мстит другим школьникам с суперсилами за то, что они просто злые. Это же надо было сделать геноцид скучным. Хорошие идеи преследовали автора, но он был быстрее. Может я не прав и сюжет пойдет вообще не так, как я предсказываю. Может быть он станет интересным и я просто проецирую свое мнение поверх того, как история есть на самом деле. Но на данный момент эта манфа выглядит как очередное упущение хороших возможностей и мне просто хотелось поделиться этим с тобой. А за поддержку на патреоне хотелось бы поблагодарить Александра Мысюка Паркура, Сергея Фина, Ануар Актея и Караола 1. Также спасибо всем патронам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на ютубе. Замечательно, они получают так много всего. Кстати, насчет получают недавно для всех патронов и спонсоров вышел уникальный эксклюзивный видос о том, почему я делаю видео только по Ван Панчману. Забавно говорить это в видео не по Ван Панчману, но в общем, если у тебя есть желание посмотреть его и может быть видос с моим мнением про клинок, ну и в основном просто поддержать меня материально, ты можешь сделать это по ссылке в описании или нажав на синюю кнопку спонсорки рядом с подпиской. Напиши в комментах, что ты думаешь по поводу таких видео. Овещал для тебя Дигл. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok